Здравствуйте! В этом видео я не буду рассказывать вам, как выйти замуж за иностранца, но если вы стоите перед выбором, уезжать ли со своей страны или начинать новую жизнь, то это видео точно для вас. Важно понимать, что вы теряете. Подойдите к вопросу прагматично, то есть, что полезного вы получаете. Возьмите для себя чистый лист бумаги, как я сделала это в свое время, и выпишите плюсы и минусы. Посмотрите и посчитайте, что перевесит. Поверьте, у вас получится достаточно длинный список. На момент моего решения плюсов было гораздо больше. Предположим, что вы уже переехали или готовитесь переехать. Первое, с чем вы столкнетесь, это, конечно, другой язык общения. Конечно, если вы прекрасно владеете английским языком, то на первых порах у вас не будет проблем. А если нет? Сами понимаете, какую бюрократическую систему вам нужно пройти. Это и заполнение всевозможных бумаг, и хождение по инстанциям. И здорово, если ваш выбранный вами спутник будет к этому готов. Но, сами понимаете, и он тоже вряд ли представлял, насколько это будет сложно. Учите язык до того, как вы собираетесь переехать. Я, например, живя в Питере, пошла на курсы финского языка. Да, конечно, язык проще учить в среде общения, но хоть какие-то минимальные знания у вас уже будут, и вам будет, поверьте, гораздо проще. В большей части Евросоюза существует система адаптации, и вам будут предложены курсы, как правило, до уровня B2. И тогда ваш тот небольшой багаж вам тоже поможет. То, с чем вы будете жить всегда – это менталитет. Раньше для меня это было просто слово. Часто употребляемое, особенно тогда, когда мы не можем дать определенную оценку людям других культур, но сейчас я точно знаю его определение. Это то, с чем вам нужно будет принять человека другой культуры, выросшего в другой среде общения. И если вы это не сделаете, вам будет очень сложно. Это именно то, что я не сделала в свое время, о чем очень сожалею. Кто за мной давно следит, тот знает, что я живу в Финляндии, и из всех европейских стран именно этот северный народ с его культурой мне не был знаком. Скорее всего, что если бы я заранее посмотрела, почитала об этом народе, о его культуре, мне было бы гораздо проще это все принять. Те вещи, которые для нас, например, неприемлемы, в другой культуре являются определенной нормой. И вы должны понимать, что вам придется жить с человеком, который является частью своей культуры, не вашей. Ведь это то, что есть. И мне невозможно это изменить. Нужно просто принять. На первых порах знакомства вы будете пытаться подстраиваться друг под друга. Но поверьте, менталитет обоих сильная штука. Конечно, важно понимать, в каком возрасте вы выходите замуж и переезжаете. На момент моего переезда мне было около сорока лет. У меня была своя работа, устроенный быт. И что? Сейчас будет дождь. Да, конечно, если вы какой-то универсальный специалист и у вас прекрасный язык, то этот пункт вас не касается. Меня же коснулось это в первую очередь. Да, конечно, во многих случаях вы сможете подтвердить свое образование, но в моем его не было достаточно, чтобы продолжать заниматься педагогической работой. Нужно было еще доучиться пару лет, но, как вы понимаете, языка было недостаточно. Итак, на мой взгляд, четвертый важный момент. Хотите ли вы начинать в этом возрасте все с нуля? Или даже просто получить какую-то новую специальность, и она, скорее всего, не будет того уровня, который вы уже имеете. Либо к этому уровню вам нужно долго-долго идти. Подумайте, готовы ли вы к этому. Поразмышляйте, подумайте, в какой сфере вы могли бы работать. А лучше посмотрите рынок труда в данной стране. Это уж вам точно не помешает. И последний момент, конечно, это то, что касается эмоциональной сферы. Конечно, как я уже сказала, ваша готовность понять, принять эту культуру – это немаловажно. Но ваш избранник тоже должен быть готов не только принять вас, а принять еще вашу семью. Ведь наши тесные связи с нашими мамами, папами, братьями и сестрами гораздо теснее, чем я сравниваю, конечно, с финнами, чем здесь, в Финляндии. Присмотритесь, как ваш спутник, например, реагирует на те или иные вещи. Проявляет ли он интерес в обучении вашего языка? Как он относится к вашей кухне? Нравится ли ему? Ведь только в совместной работе вы добьетесь приятных результатов, и ваша жизнь будет комфортной. А брак, по моему мнению, это вечный труд на благо сохранения отношений. Желаю удачи и всем пока-пока!